всем здравствуйте уважаемые зрители вот мы видео обзора спиннинги которым я рыбачу ловлю рыбу и который мне приносит удовольствие вот они единственный спиннинг 4 штуки вот хочу снять видео про этот спиннинг спиннинг этот фирмы black hole называется magic бриз длина его 240 тест 4 18 граммов спиннинг позиционируется как для ловли лососевых пород рыб на дальнем востоке у нас эта тема актуальная также лососевая как раз будут в тему вот смотрим спиннинг обладает вот таким прекрасным тубусом в комплекте что входит в стоимость спиннинга на краях и увидим такие подставки пластиковые защитные чтобы не протиралась вставки из дермантина идет такой чехол тоже с фирменными логотипами и тестами ну а также вот сам выглядит он таким образом кольца у него сделано сик из титановыми вернее кольца у нее титановые сиковскими вставками то есть вот этот здесь была раньше пробка она благополучно сломалась пришлось и сделать вот такую штуку декоративную в принципе не мешает все удобно но вот про тубус про тубус эфирный black hole конечно отдельный как бы сказать вопрос они мне очень нравится на свою прочность сколько раз они в этой жизни спасали мои спиннинги от поломок получалось так что мы наступали вообще прям могу спокойно наступить попрыгать безо всяких проблем у меня некоторые тубусы из фирмы black hole наезжали машины джипы тяжелые скажем так тубусы чуть-чуть прогибались создавали форму эллипса ни один спиннинг ним не был никогда поврежден то есть вот такие надежные тубусы ну вот сейчас будем дальше продолжать наш разговор ну вот господа продолжаем наш разговор о спиннинге magic breeze фирмы black hole ну как я уже говорил что кольца у него выполнена фирма фуджи видно что логотип фуджи не знаю в камеру будет видно не видно также кольца сделаны на из титана то есть основа их не титановая как бы сказать правках ну кольца сами сик то есть титановые кольца сик получается вот так вот кольца очень надежно очень легкие вот катушка держатель выглядит вот таким вот образом можно поближе посмотреть такие регулировочные гайки ну которая затягивает двойные катушку вот здесь вот на месте вот этого декоративной сделанной такой конструкции раньше была обыкновенная пробка вот такая же как здесь на этом месте пробка у меня буквально это сломалась за пару-тройку рыбалок получилось это вот таким методом у кого есть такие спиннинги у кого она еще не сломалась я вот сейчас покажу как закручивать не стоит шайбы достаточно маленькие когда вы закручиваете пальцами так как берете пальцем и закручиваете то часть пальца как бы прихватывает вот это вот пробку здесь и уже видно нету да она ее часть ее как бы сказать захватывает видите либо крутить только вот так вот кончиками до чтобы она не прикасалась пробки но так будет до конца тяжело закрутить катушку от этого мы как бы использовали бы так захват берет либо либо пальцами прокручиваем не часть пальца захватывает вот эту пробку Соответственно, пробка пытается Прокрутиться вместе с гайками Но она там сидит жестко на клею И она просто Ломается Пытается прокрутиться, но не может И ломается, только хлоп И все, толщина этой пробки Оказалось всего пару миллиметров Может даже меньше, как бумажка Грубо говоря Я думал, что она там гораздо толще Но она сломалась И получилось всего 2 миллиметра То есть вот в первые дни Моей рыбалки Этот момент очень сильно меня огорчил Не зная какой-то ушины пробка В этом месте Здесь нет смысла мне что-то крутить И лезть сюда По крайней мере, она за год Держится нормально Здесь тоже нормально Пришлось у нас относить Ребятам в Хабаровске, которые у нас Занимаются этим моментом Я сказал, что можно сделать Они сказали, что мы пробку сюда Сюда уже не сможем одеть То есть как бы эту всю конструкцию Как я понял, снять и одеть сюда пробку Но мы можем вам предложить Вот такой вот вариант Замотать нитками и залить это Эпоксидкой или эпоксидным лаком Как это у родбилдингов называется Ну вот, сделали мне такую конструкцию Отработала она у меня весь сезон Сделали, главное, под цвет Как бы бланка, декора Всего этого Подобрали, ребята Такие две полосочки Выглядит очень симпатично Я вот отрыбачил Спасибо ребятам Правда, магазин у них я Забыл Как называется Там на Кимьюче На пересечении с Пушкина Там с торца находится Ребятам большая благодарность Если они будут смотреть это видео Вот за этот вот ремонт Мне оно очень понравилось Ну и соответственно Все друзья, там, рыбаки Кто смотрят Все сразу же обращают внимание Вот на эту конструкцию Все такие, вау Типа, как модно и круто Но на первом моменте У меня, конечно Этот спиннинг Так как он является Топовой моделью И стоит в районе Десяти тысяч Там плюс-минус Я думаю В зависимости от теста Я его, по-моему, за десять взял Тысячим-то Он, конечно, меня Огорчил за эти деньги И как бы показалось Что вот Уже настроения не было Им ловить Скажем так Ну, потом я сделал ремонт Начал дальше пробовать И после этого Все мои, как бы сказать Неприятные моменты Как бы сказать С поломкой Вот с такой легкой Они все у меня Сразу же испарились Спиннинг начал Просто радовать Просто приносить удовольствие Скажем так Ну, до этого у меня уже были Какие-то спиннинги Блэкхолл Поэтому я и уже взял этот спиннинг Спиннинги проверенные Ну, вот сейчас Постараюсь вам Рассказать Общее такое Как бы сказать Мое впечатление По этому спиннингу Ручку я его показал Как это все Выглядит Выглядит Вот таким вот образом Весь вторая часть колена Вот На конце такой тюльпанчик Сделан с такими Полукругими ободками Чтобы при забросе Шнур не путался Соскакивал Везде все сделано Очень качественно Все кольца намутаны Залиты очень качественно С элементами декора Сделано Бланк покрыт таким лаком Темным На свете он имеет Такой приятный Гламурный отблеск Сам бланк Лакированный Спиннинг Очень легкий Сколько вес его Можете посмотреть В магазинах В характеристиках Он очень легкий Тест Его 4,18 грамм Очень интересный тест С таким расширенным Диапазоном Ну и Соответственно Длина 2 метра 40 сантиметров Я обычно Раньше ловил Всегда длинными Спиннингами Потому что Мой взгляд На Веяние Рыбалки На горной реке На сплаве Спиннинг Должен быть Длинноватым Многие с этим Могут поспорить Но я объясню свои мнения Почему это так Во первых Когда длинный спиннинг Вы вертикально Можете Поднять приманку В лодке Не зацепляя Ей Своих товарищей Которые находятся Рядом с вами Длинный спиннинг Побежает Ну как бы сказать Помогает В первую очередь Избежать Трамбирования Приманкой При забросе Своих Друзей Или просто Находящихся В лодке Людей Ты просто Поднимаешь его Над головой Делаешь легкий Заброс Такой Тук Все приманка пошла Никому она За ухо За нос И за другие части Тела не вцепилась Короткий спиннинг Как правило Люди им замахиваются Эта приманка Колеблется На уровне Твоего уха Носа И если человек Не очень опытный То может повредить Ситуации Такие бывают И при забросе Баллоны У лодки Зацепляли И за собой Через себя И много Много чего В этой жизни было От этого Конечно Я стараюсь Избежать И своим друзьям Тоже советую Длинные спиннинги Все Друзья С кем я рыбач У нас у всех Спиннинги От 2 метра От 2 метров 70 сантиметров Начинаю И второе преимущество Это конечно Дальность заброса Дальность заброса При сплаве Она актуальна Потому что Горная река Она не идет Все время Постоянно Прямо в русле Течение Бьет как бы Наискосок И получается Когда вас Выносит с плюса На косу Как бы на перекат И в этом моменте Как раз вот переход Плюсы на перекат Либо наоборот Коса Как бы струя Сбивается на яму Да Стоят как правило Рыбы И соответственно Река Она дует Как бы чуть-чуть Рескосок И вас от этого места Начинает сильно Быстро 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 Относить И расстояние Это постоянно Увеличиваться Увеличиваться И вас буквально Можно сделать Всего там По одному По два заброса Успеть Если спиннинг Дальнобольный То вы можете Успеть этих Сделать забросов В два раза больше Потому что Сможете докинуть Под берег До того места Где как правило Стоят Линки Это и мешата Ну там еще Что нибудь К примеру То есть Вот из этого Я люблю Длинные спиннинги Ну и конечно При ловле с берега Длинный спиннинг Дает какое-то преимущество Ну таких коротких Спиннингов У меня никогда В жизни не было Два метра сорок Сантиметров Всего он у меня Первый год И с таким тестом 4.18 Лайтовым тестом У меня тоже никогда Не было Лайтового спиннинга От этого Честно сказать Я его Сначала трудно понимал Этот спиннинг Что От него Мне нужно ждать Что ожидать Как это выглядит Я просто Тупо прочитал Что это лососевый спиннинг И соответственно Начал его покупать Что Понимая Что лосось Имеет непосредственное Отношение К моей ловле В нашем Дальновосточном Регионе Ну вот Теперь хочу сказать Про его Эксплуатацию Спиннинг этот Кидает Очень точно Изумительно Точный Заброс идет Что очень актуально При сплаве Кинуть прям под берег Буквально Кидаешь Какие-то там 5-2 Может даже Сантиметры Я не побоюсь Вот прям до берега Кидаешь Приманочка Ну вот даже Не побоюсь Таких слов Что прям Сантиметр Метров за 40 Ты можешь Кинуть С такой точностью Прямо под нужный Кустик Под заломчик Со сносом Чтобы провести Приманку Заброс Заброс У него просто Идеально Точный С такими Точностями Забросов Я еще У спиннингов Не встречался Ну и Очень-очень Хорошая Чувствительность Когда Проводишь Приманку Ты прямо Чувствуешь Каждый Камешек Который Отбивает Воблер Либо Это Колеблющая Приманка Блесна Либо Это Вращающаяся Блесна Которая Лепестком Крутящимся Цепляет Каждую Травинку Каждый Камень То есть Ты чувствуешь Прямо Такое ощущение Что у тебя В голове Складывается Картинка 3D И Ты Видишь Как эта Приманка Идет Под водой Даже Не побоюсь Таких Слов Очень-очень Чувствительный И самое Главное На фоне Всего Вот этого Очень Четко И понятно Отличаются Поклевки Либо даже Прикосновения Рыбы К приманке Прямо Чувствую Что Что-то Живое К чему-то Живому Это Прикасается Очень Такая Хорошая Чувствительность Спиннинга Вот Я бы Сказал Ловить На него Иленков Это Просто Идеальный Способ Это Спиннинг Просто Шикарный Вот На данном Мониторе Моего Компьютера Выведен Вот Такой Красивый Иленок Можно Его Посмотреть Вот Таких Вот Красавцев Такими Воблерами Крэнками Как Вот Данный Момент Здесь На Мониторе У меня Рапала Клокинг Крэнк Иленок Просто Встает В очереди Без ума Вот Дальше Меня Что Поразило Что Спиннинг Очень Точно И очень Далеко Кидает И не надо Сильно Нагружать Себя При забросе Иногда Вот Просто Я Когда Его Тестировал Пробовал С одной Приманкой Делаю Заброс Со всей силы Что у меня Есть Приманка Летит По расстоянию Точно Так же Что вы Кидаете Даже Там По усилию Просто В расслабленном Состоянии То есть Нету Нужды Выкладываться В силу Заброса Это можно Сделать Просто Не напрягаясь Такой же Длиной Дистанции И легким Движением Руки Вот Это Поразительная Такая Черта Этого Спиннинга Ну И Проверил Его По тестам В моей Практике Я всегда Часто Превышаю Вес Теста Спиннинга Крайняя Точка Верхового Теста Это У него 18 грамм Я попробовал Им кидать Приманки 30 грамм Вы даже Не представляете 18 грамм И 30 Это вообще Разное Я кидал Приманки До 30 Грамм При этом Скажу 24 грамма 24 грамма Приманку Я кидал Со всей силы То есть Вот именно На 24 граммов Приманка Я для интересов Вкладывался Со всей силы Полностью Спиннинг Не сломался Не хрустнул Ничего Ну Про Блэкхоллы Я не боялся Превышать тест У меня Много было Блэкхоллов И у Блэкхоллов Это Как бы сказать Очень такая Черта Что они Очень прочные И могут Превышать тест То есть Я уже это Заметил Давным-давно Что они все Идут с очень Большим запасом Прочности И Можно легко Превысить Его номиналы Верхних границ Ну И были Такие ситуации На Одном Спиннинге Блэкхолле У меня Через какое-то Время Превываживание Даже от Бланка Отрывались Кольца Ну Я про него Я думаю Что сниму Видео От Бланка Отрывались Кольца Но спиннинг Не сломался Также Это тоже Отличительная Черта Этих Спиннингов Ихняя Высокая Надежность Ну Что могу Сказать Построй Этого Спиннинга Строй Этого Спиннинга Если так Просто Характеризовать Он Скорее всего Просто Быстрый И в статике И в динамике Это Быстрый Спиннинг Но Когда я К нему Присмотрелся Это все-таки Не тот Быстрый Спиннинг Который Мне Когда-либо Доводилось Видеть В своей Жизни Он Он Какой-то Непонятный Был Для Меня Сначала Со Своим Каким-то Хитрым Строем Строй Как я Понял Все-таки У него Непростой Гнуться Если взять Его Просто На Наверное Вот Уже Вот В этом Месте Вот Может Чуть-чуть Повыше Где-то Вот В этом Месте В районе Он Гнется А Кончик При этом Не Гнется То есть Я не знаю Может быть Это такая Очертительная Чертала Сосевых Спиннингов Но Это Интересный Какой-то У него Строй И При Вываживании Он Начинает Изгибаться При нем Параболик То есть По ощущениям Что он Параболик При Вываживании Ну Параболики Не могут Быть Быстрыми Но Именно Во время Вываживания Он Примерно Подтягивает На Параболический Строй Вот Такой Интересный У него Хитрый Строй Может Я его Просто Неправильно Понимаю В меру Своей Неопытности Потому Что Никогда Такого Спиннинга У меня Не было Но В любом Случай Он Мне Понравился Просто Как бы Создать Очень Приятное Впечатление Оставил Несмотря На то Что Были Какие Поломки В начале Его Эксплуатации Вот Что Могу Сказать Очень Хорошо Им Рыбачить На Металлические Приманки Блесна Наколеблющиеся Например Блесна Космастер Это Просто Какое-то Такое Непередаваемое Ощущение Ловли На Космастер Этим Спиннингом То есть Ты С большого Расстояния С метров Сорок Ты Загоняешь Эту Блесну При Проводке В идеальный Режим Работы То есть Ты Прям Чувствуешь Как Эта Блесна Так Заподляцкий Крутит Задом При Который Конечно Не Может Устоять Ни Один Хищник То есть Ты Просто Скоростью Течения И Какими-то Возможными Приостановками Загоняешь Эту Блесну Космастер В идеальный Режим Работы Ну И не Только Любую Блесну Можешь Очень Чутко Блесной Чертить По Дну Скажем Так Прям Ощущая Реально Что Она Касается Я Уже Говорил Про Его Очень Высокую Чувствительность Спиннинг Очень Интересный Приходилось На Такой Латовый Спиннинг Не Вылавливать Таймешат До Восьми Килограмм Я Бо Сказав Справился Он Наверное До Двенадцати Мне кажется Я бы Тоже Этим Спиннингом С ним Справился Очень Очень Легко Просто У меня На нем Не было Таких Приманок Крупных Чтобы Клюнул Очень Большой Таймешонок Либо Таймень Ну И не Занимался В принципе С такой Целью Не Ставил Перед Собой Целью Поймать На него Трофейного Тайменья Ну С тайменьем До Восьми Килограмм Что мне попадался Справлялся Он Легко На 4 На 5 Килограмм Просто Сказка Работает Но Единственный Минус Мне Его Не понравился Это Конечно Подсекать Рыбу С Очень Челюстью Где Очень Большая Кость Есть Рыба У нас На дальнем Востоке Это Таймень Входит В разряд Таких Рыб У которых Очень Костяная Большая Челюсть Которую В принципе При Подсечке Пробить Очень Тяжело От этого Нужно Подсекать И Выводить Постоянно В нагруженном Бланке Спиннинга Чтобы Не было Срыва Но Кстати Ни одного Схода Таймешонка У меня На этот Спиннинг Не произошло Сходов Ленков Можно Сказать Просто Практически Не было С Харюзами Тоже Все Без Проблем По Амуру Что Могу Сказать Почувствовал Проблему При Подсечке Аухи Нашей Дальневосточной От этого Получается Ты Как бы Его Подсекаешь Спиннинг Начинает Как бы Проваливаться Из-за Своей Параболичности Что При Вываживании Принимает Форму Параболы Параболик Спиннинг Начинает Проваливаться Кручки В комле И Соответственно Нет Такой Мощной Жесткой Подсечки Для Челюсть Аухи При Вываживании Я Уже Почувствовал Начинаешь Выводить И Спиннинг Согнут Чтобы Не было Слабины И Ты Уже Как только Его К берегу Подводишь Где-то Что-то Расслабился Только Только Слабина Появилась Дуга Спиннинга Разогнулась Начинает Появляться Слабина Лежа На берегу Сразу Же Блесна Тяжелая Вываливаться Но Колебалка Из челюсти Аухи Соответственно Срывается Либо На берегу Либо Когда Его Подвег Берег Очень Много Схода Аухи Скажу По этому Вопросу Ну По линку Работает Просто Идеально Краснопера Он Тоже Ловит Неплохо Сверхоглядом Нет проблем И Поймал Я на него Пару Желтощеков В районе Пяти Килограмм Тоже Не было проблем Желтощеков Ну Вот Еще Не знаю Даже Что Описать Про Этот Спиннинг Очень Мне понравился Очень Хорошо Точно Идут Забросы Ну И Соответственно С ним Очень Хороший Тубус Да Чуть Не забыл Сказать Есть Один Нюанс У этого Спиннинга Вот У меня Две Катушки Я Про Ни Чуть Не забыл Я Сюда Выложил Не Просто Так Я Хочу Вам Показать Что При Креплении Крепежа Вот Это Вернее Катушки Вставления При Начале У многих Катушек Которые Я Вставлял У них Приходили Вот Такие Небольшие Нюансы Как бы Получались Что Верхнюю Часть Вот В эту Катушечка Не Совсем Как бы Своей Вот Этой Лапкой Входит Приходилось У большинства Катушек Вот Маленько Стачивать Видите Вот Эту Переднюю Лапку Задней Кстати Нет проблем Все Катушечки Которые У меня Были Они Все Подходят На Ура Вот В Передней Части Приходится Чуть Чуть Подстачивать Чтобы Она Зашла Ну Хочу Дать Информацию Что Думаю Будет Немаловажно Для Вас Уважаемые Зрители Это Вот Веса Катушек Которые Я Ставил На него Идеальная Балансировка Катушки На этом Спиннинге Будет С весом В районе От 250 До 280 Грамм Даже 290 Наверное Скажу То есть От 250 До 280 Грамм Вот Такие Катушки С таким Весом Будут Придавать Этому Спиннингу Можно Сказать Почти Идеальный Баланс Так что Кто захочет Этот спиннинг Купить Ориентируйтесь На такой Вес Катушек 250 280 290 Грамм Будет Очень даже Хорошо Ну вот Всем спасибо За внимание До свидания Думаю Что я был Вам полезен До свидания До свидания